Контроль за формированием и применением тарифов на теплоэлектроэнергию и ЖКХ должен быть жестоким. Председатель комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яроваев в понедельник приняла участие в Круглом Столе по проблемам осуществления финансового контроля за формированием и применением тарифов. Аудиторы контрольно-счетных органов целого ряда регионов собрались в крае, чтобы обменяться опытом и обсудить, что на самом деле поставщики закладывают в тариф и как выявить необоснованные завышения. Здесь, на Камчатке, как нигде остро, наверное, стоит вопрос о эффективности вот этого сдерживания тарифа, потому что он даже в рамках одного края отличается по различным муниципальным образованиям многократно, даже не в разы, а в десятки раз. Контрольно-счетная палата Камчатского края некоторое время уже проводит работу по контролю за формированием тарифов ЖКХ. И первый опыт уже наработан. Аудиторы констатируют, что причины роста коммунальных платежей не всегда обоснованы. Существуют отягощающие обстоятельства, такие как неэффективность управления и непрозрачность деятельности структур. В какой-то степени она где-то отягощена, где-то прозрачность все-таки присутствует. Структур жилищно-коммунального комплекса. В том числе в части формирования затрат и, соответственно, цен на предоставляемые услуги. Ирина Яровая, принявшая участие в совещании, заверила, что в федеральном законодательстве будут предложены меры, которые позволят бороться с необоснованным завышением тарифов. Мы можем с уверенностью и с оптимизмом говорить, что все-таки мы находимся в движении в правильном направлении. В направлении поиска оптимальных решений. Поэтому, как законодатель, могу вам обещать, что спокойно жить нам всем не придется. Мы будем искать все новые и новые формы контроля, понуждающие, безусловно, эффективно использовать бюджетные средства. И те, кто сегодня нарушает закон, они должны понимать, это только вопрос времени. Кроме того, контроль со своей стороны будут оказывать и депутаты законодательного собрания Камчатского края. Весь депутатский корпус будет участвовать в этом процессе. Не кулуарно будут решаться размеры тарифов и так далее, а все это будет совместно с контрольно-счетными органами решаться и потом утверждаться тарифы. Коллеги из других регионов с нетерпением ждут рекомендации круглого стола, ведь проблема заоблачных тарифов наболевшая для всех россиян. Ожидается, что итогом заседания станут предложения по изменению федерального законодательства. Они касаются расширения полномочий государственных аудиторов. Также предлагается организовать обучение специалистов контрольно-счетных органов по вопросу формирования тарифов. Анастасия Горячева, РНТВ, Камчатка. В эти выходные камчатцы почтили память павших во время Второй мировой войны. Ровно в полдень в Петропавловске-Камчатском в сквере свободы состоялось торжественное возложение цветов к памятнику курильскому десанту. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, ветераны Великой Отечественной войны, руководители исполнительной и законодательной власти края, студенты, представители общественных организаций, офицеры группировки войск и сил на северо-востоке России минутой молчания почтили память всех погибших. 2 сентября это особая дата в календаре Камчатки. В этот день мы отдаем дань памяти нашим землякам, которые не жалея жизни поставили точку во Второй мировой войне. Турильская десантная операция это беспримерный подвиг для нашего отечества. И нам, камчатцам, есть что помнить и чем гордиться. Гордиться этой победой. За победу заплатили высокую цену. Но имена участников курильского десанта, погибших, навечно занесены в летопись истории Второй мировой войны. Православные кресты, которые не так давно поставили на Курильских островах, это свидетельство нашей памяти. Напомню, поклонные кресты на островах Курильской гряды начали устанавливать в августе прошлого года, во время 14-й Камчатско-Курильской экспедиции. Самый большой трехметровый крест весом около 700 килограммов установлен на острове Шумшу, в том месте, где в августе 1945 года высадился десант. По мнению всех участников экспедиции, поклонные кресты – дань памяти легендарному курильскому десанту и людям, которые своей отвагой и мужеством присоединили Курильские острова к России. Анастасия Горячева, РНТВ, Камчатка. В минувшую субботу дворы камчатских школ были переполнены нарядными детьми и взрослыми. Принесенных цветов хватило бы, чтобы полностью уложить ими площадь Ленина, а от детских улыбок слепила глаза. Камчатка отметила один из самых трогательных праздников – начало нового учебного года – 1 сентября. Для школьников – это долгожданная встреча с друзьями и одноклассниками. Для родителей – начало полного хлопот учебного года. Для первоклашек – волнительное предвкушение первого в их жизни школьного звонка. Отдельно стоит сказать о тех, для кого 1 сентября знаменует начало благородного и, несомненно, важного труда. Тех, кто до следующих летних каникул станет для школьников вторыми родителями – педагогах. В этом году перед учителями стоит беспрецедентная задача. Дорогие педагоги, на вас в этом году лежит особая миссия. Начальная школа переходит на новые образовательные стандарты, по которым у нас на Камчатке будет учиться порядка 4 тысяч малышей. И главная задача заключается не только в том, чтобы дать им знания, а еще и в том, чтобы привить им желание учиться, получать радость от учебного процесса. Что до первоклашек, то им еще только предстоит познать все радости и невзгоды школьной жизни. Свои пожелания и напутствие первочкам выразили те, кто уже сделал первые шаги по стране знаний. Я желаю всем хорошо учиться. Успехов и хороших оценок. Счастья и хорошей учебы. Чтобы они жили хорошо. Я желаю, чтобы они не учились на четверке, а только на пятерке, чтобы они хорошо закончили все классы. После того, как праздничные линейки закончились, дети и их родители продолжили праздновать уже в менее официальной обстановке. Традиционные мероприятия, посвященные Дню Знаний, прошли на площадке перед торговым центром Шамса на 10-м километре. В программе праздника были песни, танцы, выступления творческих коллективов и, конечно, конкурсы и море сладких призов. Владимир Каминский, Александр Петровец, РЕН-ТВ, Камчатка. Готовились к первому сентября и в Камчатском центре помощи семье и детям. Для малышей, собирающихся в первый класс, работники социального учреждения совместно со своими воспитанниками подготовили поздравления и праздничную программу. Я пойду учиться в школу, не смотрите, что я мама. Я немного знаю буквы, научилась я считать. Я по панце посчитаю раз, два, три, четыре, пять. Одними поздравлениями дело не ограничилось. Новоиспеченным школьникам сотрудники центра помогли собрать все необходимое для успешной учебы. Собраться в школу сейчас очень-очень затратно. И мы посмотрели всю нашу базу данных, где есть первоклассники, для того, чтобы помочь констоварами, рюкзаками, ранцами, чтобы все был набор для школы. Заботливые педагоги приложили все усилия, чтобы начало первого в жизни учебного года стало незабываемым праздником как для детей, так и для их родителей. А в школу малыши, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, пошли не только с новыми рюкзаками и тетрадками, но и с прекрасным настроением. Пожелать хочется родителям, детям терпения, здоровья, но деткам хороших оценок. Ну а у всех учителей хочется поздравить с наступающим еще одним учебным годом. Владимир Каминский, Александр Петровец, РЕН-ТВ, Камчатка. Первый на Камчатке благотворительный магазин открылся в Петропавловске. Если быть точным, даже не магазин, а маленькая фабрика мягких игрушек. Каждая из них – настоящее произведение искусства. Все представленные изделия изготовлены вручную, причем не где-нибудь, а на Камчатке. Самое главное, что отличает эти игрушки от других – это люди, чьими руками они созданы. Мы занимаемся помощью малообеспеченным слоям населения. Соответственно, мы помогаем не только материально, денежными эквивалентами, либо какими-то материальными благами. Мы трудоустраиваем людей. В настоящий момент у нас трудоустроено 4 инвалида 2-й и 3-й группы. Мягкая игрушка – это не продукт коммерческий. Это продукт, который по реализации населению нашего города, нашего края, возвращается в деньгах, опять же, инвалидам. Фабрика мягкой игрушки была создана некоммерческой организацией «Социальная инициатива» для поддержки наиболее незащищенных слоев населения. Фактически, это возможность обеспечивать себя своим трудом для малообеспеченных граждан и людей с ограниченными возможностями. Каждая приобретенная игрушка – это реальная помощь людям, на проблемы которых в обществе часто закрывают глаза. Можно много обозначать проблем, можно много говорить о том, как можно их решать, а можно просто брать и делать, и помогать каждую минуту конкретным людям, которым в этом нуждаются. Я хочу пожелать всего самого доброго, пошла доброго пути этому проекту, сказать большое спасибо организаторам, инициаторам этого проекта, ну и в добрый путь. Пока это лишь первый экспериментальный опыт. Планируется, что вскоре в Краевом центре откроется еще несколько подобных магазинов. Стоит сказать, что при покупке мягкой игрушки покупателю выдается именной сертификат. Имена людей, внесших свой, пусть небольшой, вклад в дело социальной инициативы, можно будет увидеть на своеобразной доске почета на официальном сайте организации. Владимир Каминский, Александр Петровец, РЕН-ТВ, Камчатка. Спайк и Хатико – невымышленные персонажи, любимые питомцы камчатского заводчика собак Николая. По словам хозяина, как и в известном японском фильме, его хаски также отличаются особенной преданностью. Возможно, именно это качество – полное доверие людям и стало причиной пропажи собак. Николай нередко выгуливал Хатико и Спайко в районе устья реки Налочева. 10 августа, во время одной из таких прогулок, собаки к хозяину не вернулись. В один из дней просто ушли на прогулку и пропали. Ну, по информации, там вроде бы находились люди, отдыхающие. Возможно, могли забрать, приютить их. Подумали, что они пропали, собаки. Сейчас Спайку 5 лет. Все последние годы хозяин очень активно готовил пса к участию в крупнейших международных соревнованиях по ездовому спорту. Если собака не найдется, все усилия последних лет были напрасны. Придется начинать все заново. Хаску с качествами вожака собачьей упряжки отыскать не так просто. А замену любимому питомцу невозможно и вовсе. По словам Николая, у Хатико тоже была своя уникальная отличительная черта. У нее были разные глаза. Тоже возраст полтора года. Разнопарые глаза. И один карий, другой голубой. И на карьем глазу есть щербинка голубого. Стоимость данной породы собак в зависимости от привилегированности колеблется от 15 до 100 тысяч рублей. Хозяин надеется, что собак не похитили ради наживы, а просто приютили. В любом случае надежда отыскать четвероногих любимцев не остыла. Людей, знающих что-либо о судьбе этих двух хасок, просят обращаться по телефону, указанному на экране. Анастасия Горячева, Владимир Каминский, Александр Петровец, РНТВ, Камчатка. Наступил первый месяц календарной осени. Однако камчатские синоптики воодушевляют долгосрочным прогнозом и заявляют, что впереди камчатцев ждет еще много по летнему теплых дней. По прогнозу, составленному в Приморском управлении гидрометеорологии, в сентябре на Камчатке температура воздуха будет держаться в пределах 70 градусов среднесуточная, что в пределах нормы. Осадков в западных и северных районах выпадет больше обычного, на востоке полуострова в пределах нормы, а вот в центральной части меньше обычного. На Руси сентябрь назывался Ревун, потому что именно в сентябре начинались холодные осенние ветры. К середине месяца традиционно ожидается наступление тихого и солнечного бабьего лета. Когда солнце еще по летнему греет, на утренние холода уже дают о себе знать. В сентябре принято заканчивать полевые работы, и не случайно когда-то он был первым месяцем в году. Старый год заканчивался, и начинался год нового урожая. Согласно народным приметам, чем суше и теплее сентябрь, тем позднее наступит зима, и если он выдался сухой и теплой, непременно к долгой осени. Проводив лето, остается надеяться на то, что и остальные осенние месяцы подарят нам немало солнечных дней. Михаил Ческидов, Александр Петровец, РНТВ Камчатка. Хорошая новость для любителей совместить приятное с полезным. А может ли быть что-то вкуснее и полезнее меда? Выставка ярмарка меда и различной продукции пчеловодства вновь открылась в ДК рыбаков в Петропавловске. Попробовать десятки сортов этого лакомства и узнать больше о его свойствах здесь может каждый желающий. Меда у нас очень разные, потому что мы кочевая пасека, мы разъезжаем по многим местам, где редкие цветы, травы. Поэтому мед у нас очень хороший, можно сказать даже элитный мед. Специалисты пчеловоды помогут выбрать сорта меда, полезные при тех или иных недугах. При заболеваниях щитовидной железы поможет высокогорный мед, а бессонницу и головные боли снимет мед кипрейный. Его, кстати, рекомендуют и кормящим мамам. Помимо меда на ярмарке можно приобрести прополис, пыльцу, маточное молочко и пергу. Есть в продаже и редкий мед диких пчел. На суд искушенных гурманов производители предлагают конфитюр, как из обычных плодов и ягод, так и экзотических – ананасов, манго и киви. Добавляется яблочный пектин. Почему яблочный пектин? Это как загуститель. И поэтому получается, ну, как киселеобразное. Вот. Некоторые думают, там, желе или желатин. Но пектин яблочный, он полезен. Он выводит из организма шлаки. Он выводит радионуклиды. Вот. И поэтому еще и полезен он у кого сахарный диабет. Всю продукцию, представленную на выставке, отличает не только польза, но и вкус, который посетители ярмарки уже оценили по достоинству. Стоит сказать, данный производитель посещает Камчатку третий год подряд и уже успел приобрести постоянных клиентов. Я поставил готовку, они прилетают. Вот случайно я сегодня узнал, что приехали и тот же приехал сюда. Отличная продукция, отличная. Полезная и для детей хорошо очень. И для взрослых. Отлично. Молодцы, что привозят. К нам мед. Все время беру. Очень вкусная медовуха. Пусть люди приезжают, они, может, не знают. Пусть люди приезжают, посмотрят. Выберут себе мед такой хороший, лечебный мед это. Вот. И мне очень понравилось. Спасибо. Выставка ярмарка меда ждет ценителей качественной продукции пчеловодства ежедневно с 11 часов и будет работать до 20 сентября. Субтитры предоставлены. Субтитры предоставлены. Воздух прогреется до плюс 16. В Петропавловске, Камчатском малооблачно. Ночью плюс 10, в светлое время суток до 14 градусов тепла. Ветер западный 3 метра в секунду. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.